17 мгновений весны Время от времени зачитывал характеристику какого-нибудь члена нацистской партии И в этих характеристиках иногда встречалась такая фраза В связях, порочащих его, замечен не был Эта фраза нравится мне своим реализмом, хотя, конечно, реализм этот мрачный За ним стоит глубокое знание человеческой природы, которым обладали сотрудники нацистских спецслужб, составлявшие эти характеристики Суммируя свои наблюдения за человеком, они не утверждали, что он ведет себя в соответствии с высокими нормами морали и нравственности Вместо этого они писали, что он не был замечен в связях, порочащих его Другими словами, они не ручались ни за данного человека, ни за кого-то другого, ни, конечно, за самих себя С их точки зрения все люди одинаковы в том отношении, что склонны к тем или иным порокам И отличаются друг от друга лишь тем, к какому именно пороку есть у человека наибольшая склонность И в какой форме, и когда, и как она проявляется Поэтому они рассуждали так Проявление того или иного порока в конкретном человеке это лишь вопрос времени и обстоятельств А, соответственно, если нам нужно писать, к примеру, характеристику на Штирлица То мы видим, что до сего дня в порочащих его связях он замечен не был Вот это и запишем, не был замечен Ведь завтра может быть все, что угодно Почему я об этом говорю? Я говорю об этом в связи с темой религиозной гордыни Которую мы подняли в прошлой программе Главный ее герой некий фарисей Очень довольный своим безупречным соблюдением заповедей Тора И точно так же сегодня мы с вами можем возгордиться нашим посвящением Богу и добрыми делами Или, если человек не религиозный, он может возгордиться собственной порядочностью и так далее Подробнее о том, как это происходит, вы можете услышать в прошлой программе В части первой программы под названием «Гардение религиозное» А сегодня мы продолжим разговор на эту тему И займемся другим видом религиозной гордыни Послушайте, пожалуйста, небольшой отрывок из 7 главы Евангелия от Иоанна Стихи 43 по 49 Итак, произошла о нем, а еще распря в народе Некоторые хотели схватить его, но никто не наложил на него рук Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям И те сказали им, для чего вы не привели его То есть, почему вы не привели его Служители отвечали, никогда человек не говорил так, как этот человек Фарисеи сказали им, неужели вы премстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе Проклят он Речь Ишо производила сильное впечатление на самые разные аудитории Простые люди замечали, что он учит не как книжники, а как власть имеющий Они привыкли к стилю книжников И на их фоне речь Ишо явно выделялась Он звучал очень необычно Поэтому такая реакция Никогда человек не говорил так, как этот человек Религиозные лидерцы, в свою очередь, поражались тоже Чему они поражались? Они поражались тому, что он знает писание, не учившись В их учебных заведениях И поэтому, когда служители выразили свое изумление Словами Ишо, его учением Фарисеи приходят в ярость И дальше говорят Этот народ невежда в законе Проклят он У меня вопрос О каком народе они говорят? Мы с вами понимаем, если читаем Евангелие То, что они говорят о еврейском народе Они говорят о своем собственном народе И также о народе, который Бог называет своим собственным И который он любит Они говорят о простых людях Из этого народа О простых евреях, которые знают Тару хуже их самих И соблюдают ее, соответственно, гораздо менее скрупулезно Вот кого они называют проклятыми Что это такое? На мой взгляд, это гордыня Религиозная гордыня Не зря Раф Шауль Он же апостол Павел Который, кстати, был очень образованным человеком Имел прекрасное как еврейское образование, так и греческое Сказал такую вещь Знание надмивает В этих словах фарисеев сквозит неприкрытая надменность Своим собственным знанием Тары Себя эти люди, очевидно, считали благословенными Ну а как же иначе? Ведь они знали-то так много И столько лет учились И столько книг Могли процитировать наизусть Слово в слово Огромные тексты Да какие тексты? Святые тексты Слова живого Бога И это воистину великое благословение Иметь эти слова И знать эти слова И помнить эти слова Однако послушайте, что однажды сказал им Ешон Это Отец Мой, пославший Меня, свидетельствует обо Мне Вы никогда ни голоса Его не слышали Ни облика Его не видели Слово Его не живет в вас Потому что вы не верите тому, кого Он послал Вы прилежно изучаете Писание Так как считаете, что в них обретете жизнь вечную Но и они говорят обо Мне Однако вы не хотите прийти ко Мне Чтобы обрести жизнь Это из пятой главы Евангелия от Иоанна В переводе к Курнецову Трагедия этих людей Была в том, что они за деревьями Не разглядели леса Они искали жизнь вечную И вроде бы там, где надо искали Да не там Они думали, что жизнь вечная в Писании То есть в буквах В словах То есть во владении информацией Содержащейся в Писании И поэтому многое серьезное Писание изучали А оказалось, что жизнь-то вечная Она не в интеллектуальном овладении Информацией, содержащейся в Писании А в личности, о которой Писание говорит И в живом общении с этой личностью Изучение текстов и богословия требует интеллекта И по силам не каждому Ведь не каждый может выучить древние языки И правила экзегетики И герминевтики Так что фарисеи были ребята умные Умные, дисциплинированные И начитанные Их пример показывает нам с вами сегодня Что богословское образование Может быть поводом для гордыни И суть гордыни, как мы уже говорили В предыдущих программах Заключается в том, что человек считает себя Выше других и смотрит на окружающих С высока, сверху вниз И именно это отношение и проявляется Как раз в этих словах Этот народ невежда в законе Проклят он Гордый человек всегда унижает других А религиозная гордыня Она самая отвратительная Почему? Потому что Гордящийся своим знанием Слова Божьего Унижает тех людей Которых этот самый Бог Любит И должен сказать К сожалению Что мне эта гордыня знакома Не понаслышке Я не уверен, что излечился от нее Но знаю наверняка Что заразился ей Некоторое время Спустя После того, как начал учиться В богословском учебном заведении Учеба мне очень нравилась Потому что она давала мне Новые ключи К пониманию Писания Которых у меня раньше не было Читать и изучать Библию Становилось теперь интереснее Потому что я видел Как много раньше не знал Не понимал Или вещи, которые знал Но понимал неправильно Или не точно И вот эти открытия Это было все очень здорово И вместе с этим Я перестал бояться Учить других людей Потому что почувствовал Что теперь наконец-то знаю Чему нужно учить И как нужно учить Что я способен теперь На что-то большее Чем просто взять Свои старенькие конспекты Из каких-то там Библейских курсов Годичных И повторять просто То, чему меня учили В свое время По этим конспектам Отчасти даже И мне казалось Теперь неправильно учили В общем Теперь я захочу Своих студентов Учить правильнее И точнее И на мой взгляд Все это было Может быть и неплохо Но плохо было то Что я решил Что теперь-то Наконец Я знаю И то И это И еще многое другое Чего не знают Люди Не имеющие Богословского образования То есть Благодаря своим знаниям Я начал ощущать Себя выше других И совершенно не думал о том Что сказал Точнее Что имел в виду Раф Шауль Когда писал такие слова Кто думает Что он знает что-нибудь Тот ничего еще не знает так Как должно знать Это из седьмой главы Первого его послания Коринфян Что же он имел в виду Говоря эти слова По-моему вот что Можно много знать О гордости О смирении Иметь материала На эти темы Не как у меня На четыре программки А на пятнадцать программ Однако при этом Не иметь смирения В собственном сердце Можно много знать О Боге Можно много о нем Уметь рассуждать О его атрибутах О его любви Можно много проповедей Прочитать Но при этом Так и не встретиться Никогда с ним лично Не ощущать его любовь И не любить людей Его любовь То есть Другими словами Можно иметь Очень много Интеллектуальных познаний И при этом Очень мало Реального опыта В духе святом И плода Духа Который от нас Ожидается То есть Я совсем не против Интеллекта Знаний И образования Но при одном условии Что все это Используется нами Не для самоутверждения А для служения Другим людям В любви Божьей Знание надбивает Сказал Шауль Кого оно надбивает? Оно надбивает Обладающего Тем знанием А любовь Продолжает он Назидает То есть То что он сказал Это призыв Не к невежеству Это призыв К смирению Религиозная гордыня Может нанести Большой урон Общине Верующих И о том Как это происходит Пишет тот же самый Рав Шауль В том же первом Послании Коринфян В третьей главе Он говорит следующее Разве не знаете Что вы храм Божий И дух Божий Живет в вас Если кто Разорит храм Божий Того покарает Бог Ибо храм Божий Свят А этот храм Вы Никто не обольчает Самого себя Если кто из вас Думает быть мудрым Веки всем Тот будет безумным Чтоб быть мудрым Ибо мудрость мира Сего и в безумии Перед Богом Как написано Уловляет мудрых В лукавстве их И еще Господь знает Умствование мудрецов Что они Суетны Конец цитаты В Коринфян Было много Языческих храмов Потому что Население города Составляли по большей части Греки и римляне Но был там также и храм Бога Израиля Тут может быть вы скажете Стоп Храм Бога Израиля Он же был в Иерусалиме В то время Конечно В Иерусалиме был физический храм Но Шауль пишет Также В своих посланиях О том что Община верующих В мессии Иешуа Является духовным Храмом Бога Духовным жилищем Всевышнего То есть Это духовный храм И он говорит Предупреждает о том Что Тот Кто разорит Храм Божий Будет иметь дело С самим Богом И мало не покажется Конечно Иешуа сказал Что врата ада Не одолеют его общину То есть Не смогут полностью Ее разрушить Однако Тем не менее Нанести существенный урон Общине Возможно И каким образом Это возможно Кто это способен сделать Судя по контексту Этих стихов Которые мы здесь Прочитали о храме Он говорит здесь Об одной категории людей О тех Кто обольщает Самого себя И считает себя Мудрым Почему они так Считают себя Мудрым Потому что они знают Что надо И как надо Они учились Они опытные У них есть Все самые лучшие И самые передовые технологии Духовные Социальные И всякие прочие Для этого И опять таки Я призываю у них Невежество А к тому К чему призывал Раф Шауль К смирению И любви За 11 лет жизни В Израиле Я Как наверное И многие другие Верующие Повидал у нас Здесь Мудрецов Тех Которые знают Как оно надо Как оно должно быть И возможно Эти люди действительно Сделали что-то большое И важное Для Господа Точнее Господь Сделал что-то Через них В своих странах Например Большие общины Построены Большие служения Но когда я вижу Как эти люди Приезжают сюда И с видом мудреца Начинают объяснять Местным Пастырям и служителям С высоты собственного Великого опыта О том Как устроен мир И как надо Я вспоминаю Одну историю О человеке В памяти Которым Улицы названы Во многих Городах Израиля История Это вот такая В 1917 В 1917 году В декабре Во время Первой мировой войны Английские войска Выбили турок Из Иерусалима И предводителем Англичан Был генерал По фамилии Аленби И как победитель Он имел полное право Въехать в Иерусалим Который тогда По большому счету Был лишь старый город За исключением Небольших Отдельных Поселений За стеной Старого города Он имел полное право Въехать в старый город На коне Как это было принято То что тогда Была еще Конная армия Тоже Потому что Именно так За 19 лет До него В 1898 году В Иерусалим Въехал Кайзер Германии Вильгельм На коне Однако Аленби Отказался Въехать в Иерусалим На коне И вошел Через Явские ворота Пешком Это исторический факт О том Как он Объяснил Свой поступок Есть легенды Разные Одна Голосит Что он Сделает Из уважения К статусу Иерусалима Как святого города Для трех Религий А другая Которая Мне нравится Конечно Больше Говорит Что Аленби Отказался Въехать На коне В Иерусалим Потому что Сказал Что Когда Иисус Христос Входил в Иерусалим Он очень часто Делал это пешком И лишь однажды На востлике Так или иначе Знатоки Мудрецы При всем Уважении К ним И тому На мой взгляд Им было бы Не лишь не помнить О том Что их опыт Знания И мудрость Если конечно Это не мирская мудрость Которой Раф Шоуль Уж совсем Нелестно отзывается Все это Не может Заменить Руководство Святого Духа Есть вещи Которые Только Дух Святой Может То есть Не имеет права Говорить Нам с вами Как о нашей Личной жизни С Богом Например О том Как часто И как подолгу Нам молиться Паститься Кому и как И когда Рассказывать О нашей Вере Вешуа А когда Не рассказывать Так и В нашей Общинной жизни То что касается Жизни Нашей с вами В общине Что и когда И как Нам делать Безусловно Есть вещи Которые Должен И имеет право Говорить Руководитель Общины Но есть Также вещи Которые Только Дух Святой Имеет право Говорить Нам с вами И человеческие Попытки Занять Место Принадлежащее Исключительно Богу Духу Святому Это на мой взгляд Не что иное Как религиозная Гордыня Да помилует Нас с вами Господь Бог И да сохранит И на Нем Спасибо Шалом